Как правильно осмотреть мотоцикл перед покупкой? Я что-то не понял, что ты там показываешь? А? А ты что тут крутой? Моя мотоцикл продам. Я что-то не понял, что ты там показываешь? А? Что-что? Перепочтать. Крутит пальцем у виска, ты посмотри. Ни хера себе. Воспитание. Опять этот участок веселый. Ну что, друзья. Сегодня я вам хочу рассказать о том, как же подготовиться к тому, как вы будете покупать мотоцикл. На что вам нужно обратить внимание. Я разбил на 6 пунктов. Что вам нужно сделать? Это внешний осмотр, двигатель, коробка передач, сцепление, шасси, ну и общее, это там по замене масла, расходников и так далее. На что хочу обратить внимание. Первое, что вы должны сделать, если мотоцикл не в вашем населенном пункте, городе, не важно, вам придется ехать, это попросить человека дать данные этих паспорта. Если он стоит растаможенный, уже все там, это, то вам нужно будет проверить по базе, чтобы он не был в аресте, там, в угоне, штрафов на нем не висело, и так далее, и так далее. То есть, это самое главное, потому что уже была история такая, то, что человек продал свою машину, и, точнее, он сделал такой обмен с доплатой, по-моему, или как там, то есть продал свою машину, и взял, короче, себе мотик там, шестисоточку. Они сняли с учета, поставили, как бы, машину товарищу, а сам человек этого не сделал сразу, и не проверил по базе, оказалось, что мотоцикл в аресте. За неуплату элементов, по-моему, вот такое. И теперь они за ним гоняются, они могут его найти, и вот такая вот история. Поэтому проверяем сначала удаленно, всеми возможными способами, дальше просим человека, хотя бы завести, ну, спрашивают, там, был битый, не битый, все общие вопросы, и так далее. Самое важное, что вы просите, ну, узнаете, там, рама, вилка, целая, все там, чтобы не текло, ни трещин не было, колену дотронулся, все завел, посмотрел, чтобы не коптел, чтобы не было потом недопонимания, потому что придется делать ремонт движка. А зачем вам эти затраты нужны? Ну, цель в видео убедиться, что мотоцикл полностью работоспособен, и потом уже можно приступать к тому, чтобы сбить цену, то, что вам нужно будет заменить, и так далее, и так далее. Обычно в объявлениях пишут, там, полностью готов, все там, заменено, маслофильтр, расходнички, сальнички, и так далее, и так далее. Но, поскольку я сказал, что мы разбили все на 6 пунктов, и давайте мы с вами приступим. То есть, первое, вы пробили его по базе, второе, мы приступаем к тому, что нужно проверить по двигателю, то есть, внешний осмотр. То есть, посмотрите, вилку мотоцикла обязательно посмотреть, чтобы там нигде ничего не текло по перьям, именно с уплотнительной сальничков. Если течет, естественно, нужна замена. Это тоже стоит каких-то денег, вам нужно покупать масло для вилки, сальники и уплотнители менять. Это, короче, геморно затратно. Дальше. Боковые подножки. Обязательно осматривайте боковые подножечки, чтобы здесь не паянные, не треснутые, с той, с этой стороны, точно так же крышка картера, чтобы не паянно, не почесненно там. Это все дело, как бы, говорит о том, что мотоцикл был в падении. Дальше. Это хвост мотоцикла. Обязательно обратите внимание, чтобы он был ровный, не поведен, бы если его козлили или кубарем шел, то он будет где-то уходить влево или вправо. Вот. Рама мотоцикла. Обязательно осматривайте по швам, там, где дешевые все, стыки, чтобы все было ровно, никаких трещин не было, ибо это уже будет опять вмешательство. Опять нужно искать специалиста, чтобы все красиво это сделал. Дальше. Это тормозные колодки и сами диски. То есть, обращаете как на передние, так на задние. Вот. Сами тормозные колодки по мануалу можете замерить, взять микрометр, то есть, точнее, сам диск тормозной, то есть, рабочий он, не рабочий. И по тормозным колодкам. Вон там он у меня еще есть. Точно так же спереди. Здесь по два диска, по два суппорта. Обязательно это осмотрите, потому что если это уже будет все под замену, считайте, вы попадаете на бабки, человек. Короче, не совсем честным путем продаст вам мотоцикл, хотя это будет ваш недосмотр. Дальше. Что касаемо по двигателю, то есть, вы осматриваете, завели на холодную, все, дали ему прогреться полностью до 100 градусов, 101-102, чтобы систему прогнать всю. То есть, чтобы охлаждение пошло, все, посмотреть по трубкам, вентилятор рабочий, не капает ли ничего там, карбюраторный, это не карбюраторный, не важно. То есть, просто сделать внешний осмотр, что мотоцикл готов, потому что трубки имеют свойство затвердевать, лопаться, трескаться, и как бы, опять же, вмешательство, нужно будет делать ремонты небольшие. Дальше. Послушать сам звук мотора, коптит, не коптит, опять же, это тоже имеет место быть, потому что зачем оно нужно, чтобы он ровненько работал, не стучал ни день еще, и все такое. По коробке передач, там, просите дать прокатиться, спрашивайте, вылетает ли там вторая, третья скорость, там, бывают болячки, там, вторая или третья вылетает, то есть, обязательно на это нужно обратить внимание, потому что вы можете взять, там, ничего, в принципе, страшного, но, сам факт, что рано или поздно кому-то придется менять, вам или кому вы там продадите, это уже есть косяк по коробке. Дальше, передачи не должны хрустеть обязательно, все должно четенько втыкаться, вытыкаться и так далее. По сцеплению, именно сцепление, что касается, как можно проехаться и проверить сцепление, то есть, вы едете, просите, опять же, либо вас прокатят, если вам не доверяют, либо вы едете, чтобы каждая передача, которую вы втыкаетесь, первую по шестую, ну, или сколько там, чтобы не было прогазово, как будто пробуксовка, вот, вот это уже будет, уже первый знак, что сцепление нужно под замену. Дальше, осматриваем шасси, то есть, это проверить подшипнички по рулевой колонке, то есть, ее можно проверить на ходу, я вам попозже покажу, как это делается, там, если будет руль дребезжать, упереться в стенку, потыкать, если будет какой-то люфтик или характерный стук, то есть, там уже под замену подшипничек, заднее колесо точно так же можно проверить, его можно просто подергать, подвесить на подкат, либо же просто на подножку поднять, можно подергать влево-вправо, вперед-назад, если будет люфтик, это уже подшипничек под замену. Дальше, что касаемо цепи, цепь звезды, опять же, цепь точно так же можно проверить. Если вам нужно будет осмотреть, у вас есть вот натяжение цепи, есть деление, то есть, вот в данный момент у меня вот на каком делении, видите, у нас вот идет натяжечка, у нас метчик там посерединке, вот раз, два, три, четыре, пять, вот это уже будет ваша конечная, то есть, когда вы натягиваете, он уходит чуть-чуть назад. Вот так вот и проверяется натяжение цепи. Ну, естественно, покрутить там, может быть, он растянутый, ну, короче, вот это вот так. Звездам точно так же можно осмотреть, то есть, по зубьям. Если зубья у нас здесь вот такого вот характера, не заостренные, не затупленные, их хорошо видно, хорошо цепляются за барабаны, все нормально здесь, все. На что еще обратить нужно внимание? на сами диски, передние, задние, чтобы они были ровно, чтобы вам не пришлось их ровнять, чтобы было все вымыто, мотоцикл подготовленный к этому осмотру. Точно так же проверить обязательно тросики. Тросики сцепления, тросики газа, чтобы они не распушенные были, целенькие, все, чтобы хорошо все отжималось, их желательно смазывать маслочком на тормоза, на газ, все должно отстреливать, вот ручка газа, она должна назад уходить, если она закусывается, застрает, либо там пересохло, либо уже тросик распушился, там все, уже скоро выйдет из строя, все, на это тоже обращать внимание, потому что это будут затраты. Так вот, с этим всем разобрались, осмотрелись, все там, все проверили, все возможно, где полазили, там свет, поворотнички и так далее, и так далее, по электронике, все работает. Опять же, все пишут то, что вам нужно, что они заменили масло, фильтр, все полностью готово, все слито, нифига подобного, как бы, чтобы не испытывать судьбу, меняйте масло, фильтр, тормозную жидкость, жидкость охлаждения, все под замену, чтобы ездили четенько и не знали беды. Все. Вот, в принципе, все, что вам нужно было знать. Все эти заметки будут в описании под видео, если вам нужно будет, сохраняйте это себе в видео, и вы сможете ознакомиться полностью с этим мануалом, просто себе его сохранить и ездить, покупать себе мотики различного типа, это подходит для всех, обязалово. Левую колонку проверить, подшипничек. Заводим мотоцикл, просто, вот вам, пожалуйста, проехала, блядь, чудеса, вот эти. И, езжаем, просто набираем километров 40, 60, 80, пускаем руль, и если у вас начнет прибежать руль, дергаться, все, это подшипничек под замену, на ровной дороге, то есть, это, если у вас нету демпфера, то вам по-любому придется делать руль, однозначно. Так само обращаем на сальнички с вилкой, то есть, сейчас я вам покажу, остановлюсь, чтобы вилка не текла, вам ее придется делать, однозначно, потому что, сейчас, сейчас покажу, смотрим на вилку, вот здесь, вот здесь, вот, также с той стороны, если она течет, там рукой можно тряпочкой проверить, чтобы она не текла, потому что, тоже придется менять, перебирать вилку, то есть, вам нужно будет уплотнитель, сальники, масло в каждое перо заливать, и так далее. Друзья, вот этой вот области, то есть, под пластиком, оно не особо видно было показать, вот здесь вот, у меня может быть перевертыш, наоборот, то есть, каждого из вас, вот здесь вот, есть у нас уплотнитель, не там салнички, если здесь вот будут потеки, все стекать, оно не важно, какая будет такая, такая ли вилка, в любом случае, оно будет все вниз стекать, все, все, что течет, попадает потом на тормозные колодки, и вас не будет тормозов, в экстренной ситуации, поэтому, она также на это, обращай внимание, это требует ремонта, это тоже есть опасно, это важно, если это все уже в порядке, все, вам только убедиться, то есть, по документам, что в принципе все в порядке, все, и можете свободно покупать мотоцикл, в принципе, дальше только на ходу, там, понаваливать, посмотреть, дать ему прогреться хорошо, посмотреть, ничего не течет, антифриз, бензинчик, как бы по всем трубочкам, потому что трубки имеют свойство затвердевать, дубить, они лопаются, и так далее, и так далее, вот, остальное дело за малым, в принципе, это уже на ходу поездить, почувствовать, как он работает, троит, не троит, чтобы, если карбюратор, там, не синхронить его, там, еще что-то, то есть, вот такие вот моменты, обязательно на это нужно обращать внимание, друзья, в целом, я вам, в принципе, рассказал, самое главное, чтобы была вилка целая, там, не текла, ровненько, все, рама, движок хорошо работал, ну, чтобы вы там не тратились, как вы можете сбить цену, по пластику, там уже, смотрите сами, там можно подпаять, подкрасить, у меня вообще он шел, я сшивал, как бы, сам красил, ничего, это такое дело, хоть, конечно, и новенький пластик заказал, но, и так выглядит, довольно-таки, неплохо, все, в принципе, это все, что вам нужно смотреть, обязательно по документам, конечно же, проверяйте, по базе, чтобы не было никаких там нареканий, как бы, и все, и все будет ровненько, следите за уровнем масла, меняйте вовремя маслофильтр, каждые 5 тысяч, поскольку, ну, короче, лучше менять каждые 5 тысяч, потому что, хоть пишут, там больше можно ездить, но это с качественным маслом, я думаю, у нас в Украине качественного масла хрен найдешь, все разбавляется, разделывается, и так далее, и так далее, вот, в принципе, все, что я хотел сказать, все, этого достаточно, чтобы понимать, как это, в принципе, работает, вот так вот, ну, а пока, можно так понаваливать, че шо? Девочка Лера купила ролики, сейчас хочет затестить, типа говорит, доедет домой, то сейчас будет чубить, боже, скажи, на что ты способна? Ой, ёпы мать, хорошее начало, хорошее начало, давай, 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 блядь, улыбить здесь, уии, да, остановиться, конечно, Ты что, серьезно? Бля, не гони Ну ты даешь Конечно Подожди, сейчас пора собака ищи Не, не надо Не надо Ты бы тут поняла Я же, блядь, я не могу О боже, все плохо Все плохо, женщина А я же виновата с вами Конечно Блядь Да, да, да Ну, блядь, битва, блядь Вот эта прикольно Цэээээээээ Кslючи Блядь, тебе будет. Я не в хапусте стал. Вообще жесть. Если ты-то на хапуста будешь, блядь, ты... Месяца? Чего ты там, блядь? Мне же ты надо, я варенок тебе. И не устраивать, что ты там устраиваешься, блядь. Ага. Нет. Нихуя глянь, не за что. Дай мне шехаревку. Нет, я... Она спросила, Аня. Даня сидит темно, слышь. На тебе сигарету. Подошел Саша, ну, пацанчик в очках. Ага. На тебе, девчонки, вам есть вариант водки уже, на напиток. Ну ладно, праздники, наверное, неделя подошел, по-людски скупился. Слышь. Она. Привет. Так что ты и бур ляжешь вместе. Мощно. Ну и все. Ага. А еще в речи. Даша. Нормально развиваем. Правильно? Вообще. На уровне. Не успеет. У меня золотая медаль потолка недра. В всей Украине. Не успеет. Ну классно, классно. Он, как и вызывал меня, стирает торцы. Угу. Ему было 5 апреля день рождения Калуцкого, а у меня 8 апреля день рождения. Я овен баран упор. Овен баран? Да. Да, одевался смол. Непробиваемая, да? Можно хоть головой стены ломать. Я ломал стекок, а шоколад в руке. Я ломал пальчик. Ясно, ясно. Да. Слышь, это пыль для меня. Она будет со мной разговаривать? Согласен вообще. Если я ей руки даю, толкаю. У меня это пыль. Не, она нормальная девчонка. Но она начинает... Когда трезвая, да? Да. Да, да. Надо стресс иногда снимать. Я не снимаю. Не снимаете стресс? А только что, что это было? Это же тоже снимать стресс. Это пыль. Все, что дает выброс, я не курю. Есть маска? Не курим. Будь ласка. Так не маска. Для вас последняя будет. Спасибо. Шоколадно. Извините, ребята. Можно спичь? Я, сука, высаду. Еще высаду. Буду ману в нас. А вы тут сможете возле бака? Я сейчас открою. Подкурить сможете? Ну да. Бежим. А что, все кучка. А, а что же ты вылезла? Да нет. Красивая, да? Извини. Нормально. Сука. Она вместе пойдет, блядь, на хутор бабушек. Извините, буду ласка. Достала. Честно, достала. Я понимаю, в жизни бывает ограничения. Бывает. Можно нахамить. Можно загадку загадать. Можно сказки посчитать. Угу. Угу. Ну, уже... Я уже до... Устала. Выслушивать. Угу. На то, что не нужно. Угу. Ну да. Есть такое. Сейчас подожди, я варянку подам. Полбивают. Че там полбивают? И даже не спрошу, как ты видишь? На надгробье напишут. Ну, это вишня. Вишня, вишня. Зимняя вишня. Не давал это. Вот сейчас у тебя скутер сяду и поеду. Ага. Первая работа моя, я не умею. Есть квартира? Ну, что забрать в случае чего? Компенсировать тоже в этом? У тебя куточку. Я торгую. Крымничеет, 25 лет на рынке стою. Давай его продам. Так не надо меня только трогать, хорошо? Тоже. Я говорю, не надо меня трогать. Дистанцию трошки держите. Давай два мотоцикла продаю. Я говорю, дистанцию держите от меня. Мотоцикл. Давайте подкурить это. Будем расходиться. Уже не интересно стало общаться. Ты не знаешь, куртика сестра. Да мне без разницы, чья вы сестра. Слушайте. Я опять воду варю. Не хамят. А кто в ней бучку раздал? Хотят, нет. Я сдачу. А? Сдачу только сюда. А кто ей бучку раздал? Когти сегодня такие. Да бля, хватит трогать зеркало. Ну елки-палки. Давай мотоцикл продам. Слышь, дамочка, блядь. Еще раз тронешь мой мотоцикл, блядь? Только 30 км в час идет. Слушай, иди гуляй отсюда. Ты уже мне начинаешь напрягать, блядь. Ножками своими тут дрыгаешь, блядь. А ты что тут крутой, блядь? Иди давай отсюда, я тебе говорю, крутой, блядь. Отошла, я тебе сказал, блядь. Ребята, я протиралась, извините. Подрубать. Слышь, блядь. Для дома есть? Да, она мне дохер дала. Да? Да. Да не, она так и не рубила, блядь. Ну короче, друзья, вот такая вот у нас была движуха, я вам скажу. Это, ну, что тут скажешь? Что не поездка, то приключения, блядь. От вас подписка, лайк, комментарий. Делимся видео с вашими друзьями, близкими, знакомыми. Если вы не здесь, то вы нигде.